всем здравствуйте с вами опять печки лавочки меня зовут лёша напомню я ученик артёма сегодня мы в данном доме выглядит он вот так будем делать очередную печь малютку как видите первый ряд уже разложен напоминаю мы свалили печь относительно стен дома первый ряд разложен на сухую диагонали отбиты отбиты размеры все высчитано вот начинаем работать начинаем заводить первый ряд на на глину опять же напомню берем копеечку самое главное под первый ряд под первый кирпичик ложим а еще напоминаю первый ряд обычно начинаем ложить заводим угол тот что самый высокий в нашем случае хозяин постарался и у нас фундамент идеально ровный то есть нам не придется выделываться ложим копеечку на счастье заводим первый кирпич не надо бояться что положите для этого весь периметр печи и выкладывается чтобы потом вот таким макаром мы поровняли его на свое место так как он стоял до спектра таким образом продолжает и дальше а а а а а а а Смотрите продолжение в следующей серии. На продавку шла. Как это делается, сейчас покажу. Печи, как и в любом строительстве, важны. Только при кладке стен можно сказать, что штукатурой замажут, а штукатурой скажут, что маляры закрасят, то конкретно в наших печках такое не прокат. Так что приходится непосредственно с уровнем дружить на каждом ряду, на каждом кирпиче, дабы потом не краснеть заказчик. То если он будет нанимать потом штукатурок, маляров, то я думаю, у него ничего не заработает. Так, ну смотрите, после того, как мы вывозили контур к печи, мы сверяемся, не съехало ли у нас что-нибудь где-нибудь. Опять проверяем, где гонали. Как сказал мой сенсей, лучше косяк заметить сразу и исправить, чем потом его заметят другие и тыкнуть пальцы. Так что лучше сверяться изначально. У нас все входит. Приступаем к закладке первого ряда внутри. Закладку можно в произвольном порядке, с любого кирпича, с бутылочного, с любого, хлам, все что есть. Ну, Артем еще уложил бутылку с запиской, впрочем, о которой никто, вообще никто не знает. Даже мы, кто с ним и работали, мы не знаем, что там написано. И будем надеяться, не узнаем, так как это послание для будущего поколения печников. Как делаем мы? Мы просто закладываем. А эти швы забиваем потом глиной. Сразу закладываем, потом забиваем глиной. Как бы сильно извращаться над ровностью тут не стоит, так как еще, еще у нас на данной печи еще один наряд будет бутировочный. Потом уже только пойдут подбивальные, то есть будет зольник и все остальное. Так что, как-то вот так вот, потом просто берем вот эти вот швы, таким макаром забиваем. Если где-то он сильно не забился, я думаю, тут огня еще нет, пламени нет. Ну, это тоже фундамент дальнейшей печи, так что внимания этому придавать тоже стоит. Ну, а мы работаем дальше, дальнейшую работу будем показывать, снимать, чтобы вам было интересно, чтобы появлялись новые маркетчики, новые заказчики и все остальное. Так, ну смотрите, приступаем к манитажу карнизного ряда. Расскажу чуть-чуть, для чего мы. Ну, первое, естественно, для красоты. Второе, ну, сейчас на улице 21 век. Как бы, и люди стараются жить более по-человечески, как-то или как-то правильно сказать, там, ну, чтобы печь вписывалась в интерьер дома и всего остального. И чтобы, ну, как ее потом обойти пластиковым плинтусом, вы не сможете, как бы, обойти печь, во что вы будете сверлиться. Ну, хотя пластиковым еще, согласен, можно обойти. Если деревянным, гвоздь вы в печь не вобьете, пол убьете, ну, это, короче, излишнее. Если оставить ее просто обойти пол, ну, просто обыкновенной доской, как бы, можно, но все равно будет смотреться торчащий столб с пола. Для этого мы делаем карнизный ряд. Еще, как бы, ну, вот две функции, как минимум, я вам сказал, какие он несет. Какую хитрость мы придумали, так как мы, так же, поколение уже 21 века, мы рожденные в Советском Союзе, ну, поколение 21 века, живем в 21 веке, чтобы легче. Кирпич не весь одинаковый, чтобы легче, и более-менее держать одинаковый слой, у нас есть лазер. Мы на толщину, померили толщину шва, вырезали клещадочку. Ложим, включаем, видим свой шов. Когда завели первый ряд, от него пляшем все остальные. Ну, вот, после того, как завели углы из карнизного ряда, таким же макаром и продолжаем вести кладку. Также вложим раствор, вложим хорошо край, чтобы вот этот шов у нас тоже был заполнен полностью. Как мы заводим кирпич, тоже чуть-чуть поделюсь, покажу. Получается, я прикладываю его чуть-чуть дальше края печи. И легкими движениями завожу, чтобы раствор влазил и тут, и снизу. Для чего я это делаю? Я это делаю для заполнения вот этого вот шва, нижнего шва, чтобы у нас раствор не весь вовнутрь выдавался, а шов потом при расшивке печи нам придется забивать заново. Шпателем выделываться, а так у нас шов будет полным. Потом пролильцем проходим, смотрим, вот так. Все ровно. Смотрим плоскость. Все, плоскость есть. Излишки я тут специально не забил швы. Излишки просто вот сюда. Если швы забили, ничего страшного, излишки обратно в корыто. Для лучшей кладки, если постоянно излишки в корыто, то раз там в 30-40 минут, так как у нас корыто большие, два с половиной мешка влазит в одно корыто, то есть два штуки, это где-то на полдня, а то и больше работы, смотря как воздух. То раз в часик, далили чуть-чуть водички, миксером перебили, и сделали. И вот такими вот движениями. Главное, не спеша, не косячьте, никто вас в шею не гонит. Аккуратненько смотрим. Оп, есть. Чуть-чуть поправили. Посмотрели плоскость. Есть плоскость. Все. Излишки сняли. Таким макаром наша пенсия растет, придается красоты. Хозяин сказал, хочет в этой малютке видеть все, максимально все. Будем стараться выгонять. Взяли литье. Сейчас, секундочку, отвлекусь вам, покажу, какое литье взяли. Снимем излишки. Покажу наше литье. Обратите внимание. Сейчас, секундочку. Литье мы взяли бронза. Вот так у нас выглядит духовочная дверка. Так у нас выглядит поддуальная. Вот так у нас выглядит топочная. И таким же макаром у нас две прочистные. Так же мы взяли краску церта, чтобы покрасить плиту. Плита у нас будет сама черная. Круги будут серебристые. Не знаю, не могу вам сказать, насколько этой красоты, я имею ввиду краски, хватит. Ну, пишут, что она специально для этого сделана. Может, многие скажут, на заборе тоже пишут. Ну, пожалуйста. Если всему не верить, то как тогда жить, ответьте. И дальше таким же движением. Вот у нас и тут вылазит, и снизу. И шовчик у нас забивается. Потом и расшивать слегка. И все остальное. Давайте зададимся вопросом. Что же сделал эти карнизные? Откуда они у нас? Кстати, они уже даже есть в продаже. Но сейчас не об этом. На улице у нас тоже происходит действие. Давайте посмотрим, что у нас происходит на улице. Вот наши станки. Именно вот этим станком вот так он выглядит. Называем мы его радиусник. Он имеет две степени регулировки. Выше, ниже. Дальше, ближе. Дальше, ближе. То есть здесь регулируется и вот здесь. А также третье, так как это новая болгарка, скорость. Вот. Выглядит он вот так. Кирпич сразу срезается над ями. Срезается под 45. Потом обрабатывается вот так на этом станке. Потом кругом мы проходим шлифуем его. Потом на нашем фасочнике снимаем фаски. Фасочник у нас тоже был на базе торцовки. Теперь он на базе болгарка Макита. Что вам скажу про него. С болгаркой он стал мощнее, меньше, боится пыли и всего остального. Ну а так мочим кирпич мы шлангом. дорабатываем дорабатываем тоже Макитой с различными чашками и всем остальным. Также у нас вот шамот лежит, лежит кирпич на дымоход. ну и все остальное. А я иду дальше работать. Далее снимем, что у нас происходит. Так, ну смотрите. Карнизный ряд мы забытовали. Следующий ряд у нас будет так как вообще угол мы делаем внутренний радиус. Вот я показывал вот такой вот. Значит, следующий ряд ну мы называем это капельки. То есть переход с острого угла на внутренний полукругль. следующий ряд будут капельки. Вот мы ставим следующий ряд, а на нем уже пойдет поддувальный и все остальное. Здесь мы как новую вещь как заново выставляемся по краю карнизного ряда, чтобы он сходился с краем этого печати. Потом также нам чуть-чуть надо будет размеры свалить. Размеры будут это уже будет основной размер нашей печи, так что нам очень важно его соблюдать. на сухую отложили, смотрели шов, все будет получать, значит заводим и будет. будет так заводом, я уже показывал. Берем нашу лещадочку, ставим на любой угол, у нас все углы пляшут, включаем полазы пляшут. полазы выставляем. вставляем сложное раствор, не жалеем, здесь уже как бы потом не подбивались швы, лучше тут лишний выдавится, мы его подберем и поставим вставляем вот мы полазаем выставим и смотрим наши уголи снимаем бетлижки по плоскости нижнего ряда. Напоминаю, этот ряд это уже идет основная печь, так как мы его заведем, так и пойдет дальше печь. Не ссоритесь здесь угол, зазор, будет большой, значит вся печь у вас пойдет, либо вам придется ее смещать, либо у вас пойдет большой шов вот здесь, а большой шов смотрится некрасиво и очень бросается в глаза. Все, мы работаем дальше. Ну, хочу вам еще раз заснять как устанавливается ну, у нас уже выложен ряд, на этом ряду у нас устанавливается поддуальная дверка. Как ее устанавливать? Правильно. Находим центр пищи. Нашли, отмечаем отметку, выносим и так, чтобы она за поддуальную дверку и чтобы она ниже была. Находим центр дверку, как видите, мы отклеили, дабы не испортить эту красоту и облегчить себе работу. Находим центр поддуальный. Нашли, отметили. приставляем по метку и отмечаем. Отмечаем лучше за один раз. Отметили и все. Отметили, все, у нас есть отметки, все. потом берем дверку мы устанавливаем на гвоздики 4,2 четверку. Берем двор 4,2 и сверлимся. Чтобы сверло не горело, можно губкой, можно так чем-нибудь поливать, чтобы смягчить терпеть и чтобы на дольше хватило нашего сверла. может кто-то делает по-другому предлагает мы почитаем, может для нас это будет полезно. нас гвоздики вот мы просверлили, вставляем гвоздики, вставляем гвоздики, вставляем гвоздики, 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 гвоздики. Далее, способ вверх мы делаем на электроды для чего это все делает надо поменять надо что-то ремонтировать достали гвоздики отогнули электроды достали дверку установить таким же макаром обратно всунули гвоздики всунули электроды подогнули все просто легко как бы печка получается ремонтно пригодных здесь у нас уже пойдет низ поддувальный здесь желательно кусок вот этой закладки уже ложится ровно аккуратно чтобы не упасть лицом упрять при закачке у нас такое было вот приезжали вот эти маленькие дырочки заделываем очень неприятно получилось очень некрасиво как-то так